Летний сезон проекта «Родной сквер» завершен. Артисты представили зрителям последний концерт. Аня Григорян была в числе слушателей. Концерт в «Родном сквере» собрал полный аншлаг и продолжался более двух часов. Плейлист этого вечера состоит из узнаваемых и всеми любимых хитов. Классика успешно соседству с роком и R&B. Все песни из моего репертуара, они уже впеты, они уже отработаны. Во-вторых, все песни, которые я выбираю, они обо мне, для меня и для других. Я беру песни, поясняю их себе, а потом отдаю их зрителю. Впервые на площадке сквера звучит современная инструментальная музыка, электроскрипка и саксофон. Холодно, пальцы не слушаются, но музыканты не перестают играть. Это вообще здорово. Мы вообще все в играх выросли со временем. Гитара звучала в скверах, не умолкая. В наше время, скажем так. Сейчас это опять создается, это очень хорошо, это здорово. И надо это дело продолжать дальше. В роли артиста выступают и зрители. Свободный микрофон – это фишка «Родного сквера». Атмосфера живого концерта поглощает участников, которые не стесняются выражать свои эмоции. Я очень рад, что такие события происходят именно в нашем городе, потому что это такое некое сплочение горда нашего людей. Они стремятся и они добьются много, очевидно. Люди талантливые, большинство из них мои хорошие, знакомые. Вдохновляюсь. Хорошее настроение муравленковцам подарили местные артисты. Совместно с «Газпромнефть Муравленко». Те события, которые состоялись в нашем родном сквере, в программе «Родные города» компании «Газпромнефть Муравленко», они, конечно же, замечательные. Они привлекали сюда достаточно много жителей. И такой летний период из тех, кто остался в городе на летний период, был очень и очень увлекательный. Это было и для детей, и для взрослых, для всех поколений. Вечер живой музыки – одно из мероприятий проекта «Родной сквер», который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Организаторы изначально были уверены, что проект станет популярным. Я уверена, что этот проект обязательно продолжится в следующем году. И мы уже знаем все плюсы, все минусы этой площадки. И я думаю, что в следующем году будет много интересных событий. Лето 2018 будет не менее насыщенным в «Родном сквере», чем лето 2017. Этот вечер живой музыки стал для проекта «Родной сквер» завершающим. Впереди немало сюрпризов, каких организаторы держат в строгом секрете. Но ясно одно – скучать не придется. Аня Григориан, Владислав Дробутов, Сергей Шалафан. Новости Муравленко.